привет друзья шестой час и мы на канале лес сад огород спешу поздравить вас что нас уже 70 тысяч сегодня супруга решила немножко поваляться отдохнуть но я и этого сделать не дам и сделаю это красиво я ее поздравлю с тем что на 70 тысяч и приготовлю завтрак в постель которые вы тоже сможете приготовить итак господа и дамы для основного блюда которое называется яйцо по вермингельски блюдо на завтрак нам понадобится классический это хлеб яйцо немножко жира и соль больше не было это первоначально когда его придумали а у нас понадобится так как мы его постепенно усовершенствовали то к этим дополнительно смесь жиров немножко сливочного масла подсолнечного масла ну можно другое растительное масло и чуть смесь жиров намного вкуснее конечно соль и черный перец отрезаем два кусочка хлеба примерно два три сантиметра толщиной и вытаскиваем из них середину вот таким образом вот таким образом вот раз два кусочка потому что завтрак я делаю и ларисе николаевне и себе ну не буду же я только смотреть надо составить компанию компания кусок вкуснее вот таким образом мы вытаскиваем потом один из них мы разрезаем на половинку один из этих кусочков вот мы вот такое на половинку разрезаем почему потом пока вообще лучше два разрезать они разные формы поэтому лучше разрезать два ну этот отсюда да да и второе разрежем вот так затем мы это отставляем в сторонку а эти два кусочка мы меленько измельчаем вот таким образом вот они у нас тоже пойдут в дело ну это мы успеем теперь мы сделаем положим жир бросим на сковородку так так и смайся чуть-чуть стой не убегай кто-то ложечку убегает и немножко растительного масла так затем мы кладем лук совсем немножко лука маленькая головка и чуть-чуть от нее отрезали для запаха для вкуса чтобы лук не перегорел только начинает обжариваться мы кладем клеп обжаривать так 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 наш хлеб обжаривается постараюсь чтобы лук попал в середину хлеба и тем временем и тем временем надо соль есть перец есть это хорошо яйца есть приготовлены тем временем норвем этот кусочек хлеба который мы положим вот этот хлеб который мы кусочками норвем мы настелим внутри наших кусков хлеба сейчас я выключу пока вот наш хлеб мы таким образом внутри расклали вбиваем туда по яйцу лучше разрезать этой шкуркой наш желток чтобы он не был целый чтобы он размешался чем ровнее вы отрежете хлеб тем меньше вероятность что яйцо при жарке вытечет снизу из-под хлеба вот надо шевелить хлеб не обязательно видите я чуть-чуть пошевелил и он немножко прошел сразу слегка подсолим подперчим совсем чуть-чуть чтобы любимая догадывалась что ж там за приправа а если много положите то он будет перебивать и вот мое дополнительное усовершенствование яйца по вермингельски вот я натер немножко сыра и кладу сверху на яйцо он растопится будет классно а чтобы уже не выливалось вот этот хлеб который мы готовили вот мы сверху за накроем вот таким вот вот оно точно и у нас будет бутерброд все внутри как он там называется сэндвич не сэндвич как это называется короче сейчас я спешу волнуюсь и не могу вспомнить вот таким образом теперь нам надо его думаю снизу оно схватилось уже надо перевернуть чтобы он хлеб поджарился с другой стороны сейчас мы посмотрим как он там снизу поджарился да ну чуть-чуть перекалил сковородку пока ждал вообще на камеру всегда немножко сложнее готовить чем без камеры без камеры всего впиваешь а с камерой немножко отстаешь вот еще обжарится там откуда пошло яйцо по вермингельски значит в Одесском университете Мечниково на юридическом факультете занимались три товарища и они жили в одной комнате периодически играли в такую игру сек картежную и кто проигрывал тот готовил завтрак ну когда играли когда это случалось и вот один из товарищей проиграл так как у студентов постоянно денег не было ну что делать утром товарищи спят он должен приготовить завтрак вышел нашел бутылку за 15 копеек молочную и за 12 копеек из-под газ воды пошел сдал нашел у себя еще какие-то копейки тогда яйца в магазине были по 7 копеек он купил 3 яйца по пути это придумал и булку хлеба вот выдолбал вбил 3 яйца перевернул кипяточек у них там был старичком чистрицечком и когда товарищи поднялись у них был прекрасный завтрак и они не смогли к нему придраться потому что тот кто плохо готовил завтрак тот оставался второй раз готовить вот такая история этого яйца по-вермингельски а это мы сейчас будем дальше что у нас дальше мы готовим кофе кофе делаем мы очень просто вот разверну камеру ставлю на плитку две ой блин шо ж ты елозишь блин как же тебя поставить вот так не получается короче две чашки вот на плитку ставлю включаю плитку включаю чайник тем временем насыпаю кофе как только вода закипела мы насыпанные по ложечке кофе залили кипятком и накрыли крышечкой и одновременно выключили плитку под этим пять минут вот он постоял и вот какой кофе сейчас у нас получился супруга любит без сахара без насчет только капельку лимона еще добавим а я свой перелью через ситечко кофе с молоком вот мы добавляем такой тонюсенький кусочек лимончика и чтобы он дал больший аромат мы вот такой ложечкой придавим его об стенку придерживая второй рукой потом сделаю тогда более аромат а свою свое кофе переляем вот закипевшее молоко вот таким образом оно уже отстоялось о чуть-чуть налил ну потом уберем вот все мой кофе готов супруги готовы можно сервировать поднос ну что ж приступаем к сервировке вот хлебушек видите как классно поджарился вот нормально снизу чуть-чуть пару лучков пригорело но тонны страшно вот помидорки обрежем тут серединку мы ее предварительно помыли вот так одну и еще одну вот ну украсим ее а много не надо вот такую по одному листику хватит естественно романтическую розочку вот таким образом положим конечно же кофе мой с молоком без сахара и супругим без молока и без сахара ну и естественно шоколадку кофе ну по-моему блюдо готово и так поднимаемся наверх пошли к двери Лариса Николаевна нельзя почему почему можно да доброе утро сударыня доброе утро с тем что нас 70 тысяч вот для этого с этой целью с целью поздравления я приготовил вам завтрак сударыня ну пару слов до прессы и выключаю а то я наверное столько там нагородил друзья спасибо вот почаще подписывайтесь чтобы 80 тысяч мне завтрак в постель пригласили без меня романтический ужин всего пока до свидания спасибо а хрустящие а вкуснющие Иван Афанасьевич я тебя расцелую потом если я захочу да спасибо может спасибо очень вкусно так что не верьте что кто-то придумал этот хлеб если он где-то имеется яйцо по-вермингельски чисто одесское изобретение а я думаю что ты там говоришь с котом а ты уже не спала и лень было вставать не я начала что ты говоришь ну все пока